Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий, причем Теплица в квадрате. Поскольку этот курс будет посвящен продукту, которое она собственно и разработала, и продукт этот весьма и весьма топовый. Речь пойдет о плагине для WordPress под названием Leica, с помощью которого благотворительная организация, НКО и даже частные лица могут собирать пожертвования. На главной странице плагина, ссылку оставлю в описании, мы узнаем, что у него уже более тысячи установок, а учитывая, что он разработан исключительно для НКО, можно полагать, что почти все НКО в России привлекают пожертвования с помощью этого плагина. Возможно это самонадеянное заявление, но 1000+, это точно очень много. Также мы узнаем, что Leica бесплатна навсегда, и это навсегда отлично от большинства навсегда, которые произносят люди. Это факт? Нет, это не факт, это больше чем факт. Потому что так оно и было на самом деле. И также мы узнаем, что плагин можно установить на WordPress, можно установить на Tilda, Wix и так далее. Но это не просто, и о том, как это делать, мы будем говорить ближе к концу курса. И также можно установить на сайт, которого нет. Этот пункт звучит весьма экзистенциально, но на самом деле имеется в виду, что вы сначала можете сделать сайт на Кандинском. Эта тема для WordPress также разработанная теплицей специально для НКО. В описании я оставлю ссылку на плейлист по работе с Кандинским. В целом, даже не имея опыта в создании сайтов, на Кандинском можно сделать очень приличный сайт буквально за день. И на мой взгляд это гораздо лучше, чем Tilda или Wix. Ну по меньшей мере дешевле. Сам Кандинский, так же как и Leica, бесплатный. Оплатить нужно только за хостинг и домен. Так вот, сначала вы разворачиваете сайт на Кандинском, а потом ставите Leica. Точнее ставить ее не нужно, она там вшита в установку. А вот, это что касается общих вопросов, также можно обратиться к сотрудникам теплицы с тем, чтобы они установили и настроили плагин за отдельную плату. Но я надеюсь, что всем, кто посмотрит этот курс, такая услуга не понадобится. Итак, разбираемся с установкой. Собственно, разбираться тут не с чем. Leica это просто плагин и устанавливается просто как плагин. Единственное, в поиске он не находит Leica в русском написании. Нужно писать по-английски через Y. Установить и активировать. Все. Leica установлена на ваш сайт. Точнее установлен плагин, пока его трудно назвать Leica, то есть приспособлением для полива вашей НКО в целях возрастания и принесения плода. Кто в 100 крат, кто в 200. Leica еще нужно настроить и проще всего воспользоваться с этой целью мастером настройки. Все можно сделать и самому в настройках, но мастер в данном случае очень сильно помогает. Нас приветствуют и просят выбрать страну. Вообще Leica адаптирована под Россию. Ее можно установить для работы и в других странах через Gateway. Ссылку на инструкцию оставлю в описании. Но тут еще есть вопрос юридического толка. Вопрос с настройками валют, договором оферты и вообще вопросы разного законодательства в разных странах. Поэтому в данном курсе я этого касаться не буду. Я уверен, что в большинстве развитых стран есть свои подобные инструменты. Далее выбор юридической формы. Вообще Leica позволяет собирать пожертвования и физическим лицам. Понятно, что 90 процентов сборов через Leica осуществляют НКО, то есть юридические лица, но в принципе потенциальная возможность для физических лиц использовать Leica есть. Тут, правда, у многих может возникнуть вопрос, а что происходит с налоговой инспекцией в данном случае. И на этом у меня возникает ответ. Теоретически ничего. По законодательству пожертвования, то есть перевод средств между физическими лицами является одной из видов дарственной и налогом не облагается. Там есть определенные исключения, машины, квартиры, акции и так далее. Вообще у нас на сайте Теплицы есть на этот счет подробная статья. Ссылку также оставлю в описании. Выжимка в назначении платежа в данном случае нужно обязательно указывать, что это пожертвование на какую-то конкретную цель. И налоговой можно не опасаться. Ну понятно, что с определенной поправкой на ветер, который, как известно, дует где хочет. А я здесь укажу как раз физическое лицо и сначала покажу, как установить Leica для сбора пожертвований физическими лицами, а потом перейдем к юрлицам. В целом тут разница только с количеством заполняемых графов. Вот так это выглядит у юрлиц. И с количеством подключаемых платежных систем. Для физических лиц их значительно меньше. Вообще почти нет. После заполнения вы попадаете на страницу с банковскими реквизитами, которая у юридических и физических лиц одинаково. Как, впрочем, и все последующие шаги. Добавим банковские реквизиты. Тут все понятно. Наименование банка, корсчет банка, биг банка и расчетный счет. Это уже ваш счет в этом банке. Собственно, на этом сегодня все. То, что я посвятил знакомству с Leica целый курс, никак не говорит о ее сложности. Инструмент этот очень прост и в настройках и в работе. И я бы мог уместить знакомство с ним и в один скринкаст, но просто хочется сделать уже полный курс с ответом на все возможные вопросы, а значит до завтра.